Есть цели, скажем так, государственные, есть цели курорта, объекта, цели по развитию инфраструктуры и курортный сбор как дополнительный источник дохода для того, чтобы поддержать инфраструктуру, вложиться в развитие тех или иных курортов. Ну, в общем, это достаточно распространенная мировая практика. В нашей ситуации, когда особо денег нет в бюджете, экономические прогнозы не самые радужные, введение курортного сбора с этой точки зрения обосновано. Дальше возникает вопрос, второй аспект это потребительский. И дальше возникает вопрос, сколько будет составлять этот курортный сбор. И люди сейчас, как совершенно справедливо было замечено и подтверждаются данными ВЦИОМа, крайне чувствительны к цене. Крайне чувствительны. И если в результате введения курортного сбора отдых недельный подорожает на 1000 рублей на человека, то это может привести к некоторому снижению спроса. Но при этом это не отменяет решение первой задачи, о которой мы говорили. Потому что даже снижение спроса все равно приведет к дополнительным поступлениям средств в бюджет для поддержания инфраструктуры. Продолжение следует...